Перед Новым годом строительные компании и банки объявляют о запуске новогодних акций. Покупатель может получить хотя бы минимальную выгоду, а девелопер увеличивает количество продаж или продает объекты, которые пользуются меньшим спросом. Ну и помимо ограничений по времени, чаще всего акции распространяются на небольшое количество квартир или актуальны только при оплате полностью квартир сразу. Но нынешняя ситуация на рынке демонстрирует стагнацию, по крайней мере так говорят очень многие эксперты. Продажи приостановлены, цены зафиксированы и многие говорят о предстоящем снижении цен на жилье. По крайней мере такие прогнозы есть на 2014 год. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях зам. председателя Среднерусского банка Сбербанка России, управляющий главным отделением по Московской области Михаил Чачин. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Александр. И первый вице-президент ГК премьер Елена Кульбикова. Кульбикова. Кульбикова, правильно, вот. Вот. Забыл спросить у вас, как ударение, но Кульбикова. Так, здравствуйте, Елена. Добрый день. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. Готовы ли вы взять, например, кредит на жилье или нет? Вы также можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям по телефону 65 10 99 6, код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Господа, ну начнем мы наверняка просто с состояния рынка недвижимости. Что он из себя сегодня представляет? Потому что то, что написано в интернете, пишут в газетах или некоторые компании, которые заинтересованы в крупных продажах, совершенно разные прогнозы и состояние рынков они описывают. Вот что вы можете сегодня нам рассказать? Как вы представляете сегодняшнее состояние рынка недвижимости и жилой, и коммерческой, Елена? Ну, на самом деле, пессимистичный прогноз, который вы говорите о снижении темпов продаж и стагнации на рынке недвижимости, я бы не подтвердила по результатам наших последних трех месяцев. По сравнению с прошлым годом, они так давно подготовили аналитику достаточно детальную. Уровень объемов держится абсолютно тот же. Цены в рынке нисколько не снижали. Акцию обязательно мы сделали в этом году, так же, как и в прошлом. Обязательно участвуем в новогодних так называемых распродажах, но они несущественно повлияли, скажем так. Мы рассчитываем примерно на тот же уровень прошлого года. Причем вы говорите и о новостройках, да? Именно о новостройках, на самом деле. Я говорю больше все-таки о новостройках, потому что мы застройщик, да. Поэтому я все-таки во всех своих аналитических заключениях, наверное, больше все-таки говорю о новостройках. Вторичный рынок мы смотрим, читаем со своими партнерами из МИЭЛ недвижимости, из НДВ. Они нам периодически дают заключения, но все-таки мы на них не очень ориентируемся. Нас больше интересуют новостройки. Что касается следующего года, у нас очень неплохие прогнозы по следующему году. Связано это, я именно говорю про Московскую область, про наш регион. Связано это с тем, что наша, не буду называть ее новой, текущая власть, нынешняя власть, делает очень большой акцент на комфорт пребывания. Конечно, мы имеем определенные экономические моменты, связанные с социальными нагрузками, которые нам рекомендует нынешняя власть. Но это нам дает понимание, что все-таки жилье в Московской области будет более комфортным, будет доступность к жилью, будет инфраструктура, потому что все-таки детские сады, школы, это очень важно. И на сегодняшний день направление, наверное, хотя всегда это остается, что запад, это вкусно, юг, юго-запад, восток похуже. Ну, соответственно, все из-за транспортной доступности. Вкусно еще и север? Север, ну, конечно, север это вкусно, это бесспорно вкусно, особенно с текущими расширениями северных трасс. Вот, очень большое внимание обращается на социальную нагрузку, да, скажем, для нас это нагрузка. Но это сбытка. Мекая социальная ответственность бизнеса. Социальная ответственность бизнеса, безусловно, понимаете, не будет продаж, если не будет комфортно жить людям. Детских садов, школ, магазинов, сфера услуг. Абсолютно, да. Транспортная доступность. Поэтому говорить, что мы построим много-много домов и не построим при этом социальный нагрузок, мы их просто не продадим, понимаете. Ну, сейчас уже рынок достаточно наполнен для того, чтобы выдержать нормальную конкуренцию. Поэтому. Михаил, что вы скажете по поводу рынка, ваша оценка? Ну, наша оценка такая очень разная в этом смысле. Рынки Подмосковья делятся как минимум на три крупных блока. Это жилье, которое сейчас так активно мы пообсуждали, буквально две минуты. Есть один очень большой рынок складской недвижимости и все, что называется коммерческой недвижимостью. Это торговый центр, офисный центр и так далее. Каждый рынок характеризуется отдельными тенденциями и живет совершенно по-разному. На эти рынки влияют совершенно другие политические ветра, что называется. И я попробую в двух словах характеризовать эти движения, как мы их видим. Касательно складской недвижимости. Процессы сильно изменились по отношению к прошлому году, исходя из нескольких принятых правительством Российской Федерации решений, в том числе и правительством Московской. Вы имеете в виду в худшую сторону? В лучшую. В лучшую для Московской области. Что я имею в виду? Принято решение о строительстве ЦКАДа, принято решение по передвижению грузовиков по АМКАДу, что за собой тянет, соответственно, крупный спрос. Этот спрос серьезно давит на рынок и выглядит ростом, как мы видим, потребности в площадях класса А складов приблизительно до 50%. Буквально этот год и еще может быть следующий. Общий рынок характеризуется общей площадью около 8,5 миллионов квадратных метров, поэтому смотрите, сколько нужно будет построить или ввести в действие. В действие, да. Соответственно, не просто где, а бы, а недалеко от будущих транспортных развязок, от СКАДа и так далее. Решение, на мой взгляд, зрелое, верное. Давно надо бы это сделать для того, чтобы хоть как-то можно было двигаться по нашим дорогам. Причем доказано еще и с другой стороны, мы анализируем складскую недвижимость класса А, класса Б на заполняемость. То есть вот на данный момент свободных площадей меньше 1% нормальных, пригодных складских помещений, которые построены по современной технике. Это очень высокий процент заполняемости, что еще раз говорит о том, что следующий год, наверное, может быть еще один год, я имею в виду... То есть года два мы будем испытывать... Некие трудности будем расти очень быстро. Что и происходит. Растут быстро. Теперь касательно коммерческой недвижимости, офиса, все, что с ним связано. Здесь тоже есть некоторые там структурные изменения. В первую очередь это новая Москва, которая много чего продекларировала. Анализировать в этом смысле достаточно сложно, потому что была идея построить там и парламентский центр, и правительственный центр. И все очень широко обсуждается. Многие фирмы и коммерческие предприятия заявляют о строительстве большого количества торговых центров и офисных площадей. Но подтверждается, что называется, слабо. Однако... Это долгоиграющий проект, скажем так. Новая Москва. Новая Москва, да. Я согласен с этим. Что касается коммерческой недвижимости в целом в других регионах, не Новой Москвы, в других регионах Московской области, она растет приблизительно с темпом в этом году около 20%, что само по себе неплохо. Общий показатель... Растет в каком сегменте? Продаж или аренды? Строительство, в первую очередь, и сдача в аренду. Значит, у нас на территории Московской области около 90 торговых центров, которые соответствуют качественным критериям. Я не верю, очень мелкие и так далее. За этот год будет возведено еще 11. То есть в штуках 10, в площадях около 20-22%, соответственно, в деньгах также. Прибавим в этом году, ну вот, что-то около, я не знаю, 800, может быть, 700 тысяч квадратных метров. Это интересно, это интересно и это нужно для москвичей и Подмосковья. С офисами, вот я еще раз вернусь к этому вопросу, ситуация такая сложная, непонятная. Пытаются многие компании объединять коммерческую недвижимость с офисной, вот есть такие проекты. Но растет медленно, пока нет решений никаких по правительственным перемещениям и так далее. Коротко, если о жилье сказать, буквально 20 секунд. Да, жилье стагнирует, соглашусь. С Еленой стагнирует, мы видим... Елена как раз так и говорила, что не стагнирует, наоборот. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом... Нет, тот же темп просто, я для себя делаю вывод, что стагнирует. Если бы темп просто был чуть выше, то тогда бы оно там, наверное, развивалось. Мы для себя видим темп просто всего лишь в 1%. Мы продолжим с вами этот разговор сразу после новостей на Финам.ФМ. Мы сегодня говорим о кредитовании, о строительстве жилой и коммерческой недвижимости в московском регионе. У нас в гостях зам. председателя Среднерусского банка Сбербанка России, управляющий главным отделением по Московской области Михаил Чачин и первый вице-президент ГК, премьер Елена Кульбикова. Ну, Михаил, насколько я понял, вы не закончили еще свой экскурс в жилую недвижимость. Да-да-да, Александр, спасибо за представленное слово. Возможность. Возможность два слова буквально рассказать. Ну и так, Московская область и рынок жилья в России, это самый крупный рынок в Российской Федерации, составляет приблизительно 10% по разным оценкам, там около 9,7% от ввода всего жилья в России. За нами следуют такие крупные регионы, как Краснодарский край и Москва. Вот такой удивительный момент. Но эта ситуация-то образовалась совсем недавно, насколько я понимаю. Московская область вышла вперед, обогнала Москву, ну, года два назад, по-моему, да? Я бы, да, в 2011 году Московская область была уже лидером, вводя около 8 миллионов квадратных метров в год. Вот в 2012 году было около 7 там с копеечками, в этом году ожидаем около 6 по стройке нового. Ну, немножко как бы тренд такой по введению нового жилья падает, но, однако, падает вместе со всей Россией, и все равно удерживается на очень высоком уровне по отношению к вводу жилья всего в России. Ну, и вот на следующие два года, продолжая тему, мы предполагаем, что уровень движения такой будет, что называется, боковой, рост около 0,8 или 0,1%, то есть около 6 миллионов квадратных метров в год. Мы будем вводить не более, хотя вот могу тоже согласиться и с Еленой, если наше правительство Московской области вот с правилами, что называется, введения бизнеса в Подмосковье не пережмет, то будет... А что сейчас с правилами, Елена, происходит? То есть мешают, не дают, не упрощают? Что происходит? Ну, сказать, что мешают, наверное, нельзя, конечно, скажем так, их структурируют, причем структурируют достаточно четко. Пришла новая молодая амбициозная команда, которая пытается ввести все-таки вектор на комфорт проживания в Московской области. Да, абсолютно правильно заметили, что очень большой рынок, рынок интересен для бизнеса, для застройщиков. В свое время все застройщики Москвы переориентировались на Подмосковье. Соответственно, весь свой опыт, все свои объемы были перенесены туда. Сегодня, когда пришла новая команда, они, как сказать, правила находятся в стадии утверждения на сегодняшний день. Меняются прогнозы этих правил. Я думаю, на самом деле, что команда как раз на сегодня ее до конца вырабатывает, потому что буквально на прошлой неделе губернатор очень активно сейчас ездит, скажем, по подмосковным городам, ну, наверное, это известный фактор. И практически в каждом городе устанавливаются свои ограничения. Да, если это город, вот, например, ну, наверное, для меня достаточно известно, потому что мы в нем строим, это город Королев. Да, на сегодняшний день действительно большой объем водожилья. Да, действительно не хватает социальных объектов. Вот, поэтому к этому городу были применены определенные требования, да, выставленные для нас. Построили дом, построили две школы? А нет, почему обязательно две школы? Нет, не две школы. Ну, вот, действительно, понимаете, тут вот нельзя, вот вы правильно заметили, что нельзя перегнуть, да, и вот Михаил правильно заметил, нельзя переезжать, да, потому что или совсем уйдут тогда застройщики, ну, никому это не нужно, потому что уйдет качественный застройщик, придет, а бы какой. Вот, поэтому здесь нельзя переезжать, экономика должна все-таки соблюдаться, да. Вот, поэтому, конечно, требования должны быть разумными. Но они до конца не выработаны. Я так понимаю, точечно работает Московская область, правительство Московской области, да. Вот, как раз они хотят системно подойти к решению вопроса, понимаете. Они сейчас собирают всю информацию, которая сложилась за время до их присутствия, да, и поэтому для того, чтобы системно подойти и структурировать вопрос, нужно, конечно, рассмотреть все вопросы. Анализировать. Да, да. Давайте послушаем Надежду, которая к нам дозвонилась. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к застройщику. Вопрос следующий. Если у компании-застройщика есть соглашение с следующим банком, сколько это положительным фактором является? Ну, другими словами, будет ли подобное соглашение для гарантии того, что застройщик придет? Понятно, понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы, либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Paradox. Кто из вас начнет? Ну, я, наверное, коль застройщику вопрос сказали, да? Надежда, спасибо огромное за вопрос. Скажу вам следующее. Ну, наверняка, больше интересовал вопрос не с точки зрения, на самом деле вопрос двоякий может быть, партнерство с точки зрения финансирования самого объекта, как соинвестора, либо же с точки зрения предоставления ипотечных продуктов, потому что все-таки для покупателя больше... Давайте рассмотрим с двух сторон. И тот, и тот вариант. Если касается застройщика и партнера застройки, то вот мы с моим Михаилом буквально перед эфиром обсуждали этот вопрос. Очень приятно работать в этом направлении со Сбербанком, потому что работа, ну, без рекламы, без каких-либо там моментов. Но можно работать не только за Сбербанком. Абсолютно, да, но в чем приятно? Потому что требования Сбербанка, они абсолютно адекватны бизнесу. То есть Сбербанк смотрит, что проект достроится 100%. То есть он не пойдет никогда в тот проект, если он будет понимать, что проект не достроится. Поэтому с точки зрения застройщика, партнерство со Сбербанком, ну, наверное, на 150% гарантирует того, что проект будет достроен и введен в эксплуатацию. То есть есть банки, которые не гарантируют? Тут банк не дает гарантию, понимаете? У Сбербанка достаточно сильная, мощная команда экспертов, которые настолько детально и тщательно рассматривают проект. Да, это иногда по времени... Длительно. Длительно. Ну, вот Михаил просит слово. Да, Михаил. Я не насчет длительной, я насчет аргументов по поводу влияния, если крупнейший банк какой-то войдет в финансирование. На мой взгляд, это первый и самый главный такой вывод, который можно сделать, что экспертиза всех рисков по проекту, включая финансы, включая юридические, выявила его надежность. И для потребителя простого это очень хороший позитивный сигнал. Я не имею в виду только Сбербанк, я имею в виду всю плеяду там крупнейших банков. Да любой банк, насколько мне известно, и та же группа ВТБ, они очень скрупулезно изучают все документы, проекты. Топ-5-10. Топ-5-10, да. Если они входят в проект, значит, есть какая-то степень надежности, по крайней мере, для потенциального покупателя. Ну, а если смотреть с точки зрения ипотеки? С точки зрения ипотеки, конечно, аккредитация, также топ-10 требует определенных критериев к застройщику. Тут уже вы на коне, да, как застройщик? Мы на коне, конечно. Конечно, вот Сбербанк, тот же, обращаясь к нему, если, да, все, бесспорно, они игроки на рынке ведущие, они дают очень хорошие условия. Есть банки, которые также сейчас агрессивно входят в рынок, да, они тоже дают хорошие условия, но Сбербанк в менталитете наших людей, особенно это, ну, наверное, Московская область, немножко не Москва, все-таки это Московская область, да, остается ведущим банком. И поэтому отсутствие поручителей по нашим для нас является достаточно хорошим критерием, да, то есть, что Сбербанк не требует поручительства при выдаче ипотеки по нашим продуктам. Это, ну, серьезный аспект, скажем так, и на него люди обращают внимание. Ну, это вообще продукт Сбербанка, да, насколько я знаю, все эти поручительства. И Сбербанк вводил эти ограничения. Нет. Они у них есть до сегодня, на сегодняшний день. Есть, на сегодня есть, но это редкий случай, когда Сбербанк не просит поручителя, особенно в таких крупных сделках по покупке жилья. Понятно. Ну, набор продуктов очень большой, крупный, поэтому детально я сейчас, конечно, представлять не буду, есть и так, и так, что называется. Все зависит только от одного, от уровня риска по отношению к застройщику и уровня риска по отношению к заемщику по ипотеке. Собственно говоря, и так, чем он ниже в обоих сторонах, тем меньше всего мы просим. А с точки зрения ипотеки на застройщики, у нас очень такая хорошая практика, так как мы работаем не одни, мы рынок мониторим серьезно, и обычно это бывает там минимум 5 кредитных организаций, которые представляют услуги по ипотеке на том или ином объекте. Поэтому тут, отвечая там до конца на вопрос надежды, что, да, это большой позитивный плюс для всех наших заемщиков, что есть, во-первых, не один, а еще несколько банков, и в целом серьезно развивает, как мне кажется, вообще весь этот рынок. Ну, а что касается сезонных факторов, вот сейчас, перед Новым годом, понятно, очень многие застройщики, банки предлагают так называемые скидки, акции новогодние, подарим им 15%, подарим им 20% и так далее. Но ведь все вот эти новогодние акции, они говорят прежде всего о том, что люди сворачивают свои покупки, потому что они готовятся к Новому году. И понятно, что потом после Нового года у нас полтора месяца, ну, я утрирую, конечно, тем не менее, месяц как минимум, рынок пустой. Именно для этого, чтобы расшевелить, да, покупателя, вы и призываете их идти и покупать жилье, предлагая всевозможные скидки. Вот сезонность, насколько она влияет на темп роста продаж? Ко мне вопрос. Да, Елена, конечно. Сезонность, безусловно, является очень серьезной в нашем бизнесе, да. Новый год и новогодние скидки, я бы вам сказал, это уже, наверное, знаете, как не то, что дань моде, но это вот настолько обязательное условие, что вот у нас весь с сентября месяца, начиная, идет покупатель, и все говорят, но у вас же к Новому году будут скидки, ну как мы можем отказать своим любимым покупателям? Конечно, у нас будут скидки, конечно, у нас будут акции, безусловно. Но я вам могу сказать, вот опять же, обращаясь к статистике прошлого года, январь-февраль у нас дали потрясающие результаты. Люди на новогодних праздниках, им заниматься нечем было, они сидели и выбирали себе жилье, как это было бы не странно, на самом деле, был бы огромный поток покупателей. В этом году ваши скидки побьют рекорды или нет? Ну, это зависит от объекта, конечно, у нас на каждом объекте свой подход к конверсанту. Средняя скидка какая у вас? Знаете, достаточно диверсифицирована в зависимости от ликвидности жилья. Если это однокомнатные квартиры, это одна скидка. Если это трехкомнатные, ну, очень все зависит от рынка, да, то есть если на сегодняшний день у нас дальше большой объем трехкомнатных квартир, конечно, мы дадим хорошую скидку по трехкомнатных квартирам. А коллекционировать бонусы можно? Все ваши скидки плюс еще и ипотека. Вообще замечательно. У нас индивидуальный подход. Понятно. Ответа практически нет. Индивидуально нужно приходить просто и спрашивать. 65 10 99 6, код города 495. Задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Говорим мы сегодня о рынке жилья, а также о рынке коммерческой недвижимости. Если вы вдруг надумали построиться, например, или приобрести жилье, любые вопросы можете задавать нашим сегодняшним гостям без купюр. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы Продокс. Мы продолжим разговор сразу после новостей на финам.фм. И мы продолжаем разговор о строительстве или о покупке жилой или коммерческой недвижимости в московском регионе. У нас сегодня в студии зам председателя Среднерусского банка Сбербанка России, управляющий главным отделением по московской области Михаил Чачин и первые вице-президент ГК премьер Елена Кульбикова. Телефон в студии 65 10 99 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Продокс. Ну а теперь об инвесторах. Частных инвесторах, в которых заинтересованы как банкиры, так и застройщики прежде всего. Правила игры совсем недавно поменялись. То есть защита интересов частных инвесторов была первоочередной несколько лет назад. Вроде как принялись соответствующие законодательные акты. И теперь застройщики, работая с потенциальным частным инвестором, находятся, может быть, даже в более выигрышной ситуации, насколько я так понимаю. И сам инвестор защищен. Вот мои вот эти ощущения, они правильные, Елена, или нет? Ну вот что вам могу сказать по поводу частных инвесторов. Частные наши соинвесторы на сегодняшний день, как мы их называем, которые приходят к нам покупать квартиру, их процент растет к концу года. Да, ну опять же по статистике. Приходят, покупают по 2, 3, 5, по 10 квартир покупают. Вот это, что касается эконом-класса, эконом-сегмента. Стал наш покупатель достаточно экономически подкованный. Люди приходят, считая даже с учетом инфляции, рассчитывают эффективную ставку, смотрят на свою доходность и оценивают рынок достаточно неплохо. Также это связано, абсолютно вы правильно заметили, с изменением в законодательстве, связанное с обязательным страхованием застройщиков своих обязательств, который вступает с 1 января 2014 года. Мы будем обязаны страховать свою ответственность. Соответственно, при любых форс-мажорных ситуациях страховые компании или банки, либо это общество взаимнострахования, членом которым мы являемся, обязательно будут выплачивать в случае форс-мажора с инвестором нашим все их затраты. Как это отразится на ценах? Это самый основной вопрос. Она, о которой наше правительство говорит никак. А что скажет застройщик? Застройщик считает, что если мы понесем затраты, то... Так вы по-любому должны уже понести затраты. В том-то и дело, что мы понесем затраты. Конечно, сказать, что все это будет из нашей прибыли, ну, наверное, не совсем так. Конечно, конечно, снижая риск, будет повышаться цена. По вашим прогнозам, насколько она может повыситься? Ну, на сегодняшний день еще до конца не утвержден тариф этого страхования. Да, сейчас речь идет о порядка 2-3 процентов. Но, понимаете, тут в случае 2-3 процента тарифа, это снижает риск процентов достаточно намного. То есть процентов на 80, риск недостроя снижается. Ну, потому что обязательства все-таки существенно будут рассматриваться. Каждый проект под микроскопом будет рассматриваться. Поэтому инвесторы сейчас очень активно идут. Вот именно инвесторы понимают, что они будут защищены. Ну, а с точки зрения банковских сотрудников? Ну, как нам кажется, процесс, который государство активно развивает, очень верный. Он связан с... То есть ошибок в этом секторе пока нет? Ну, ошибки были. Ошибки, так скажем, обманутые дольчики. Дольчики, если вы говорите, были. И государство делает выводы, идет правильным путем, закрывая те или иные бреши, которые были. 214-й закон, по которому наши застройщики основная часть сейчас все строят, сильно защищают права инвесторов. Очень серьезно. С точки зрения страхования, которое будет, начиная со следующего года, ну, так скажем, в совокупности с нашими правилами банка, если будем мы, как финансовая организация, на мой взгляд, сильно не приведет к удорожанию. Потому что основной принцип, который заложен у нас в кредитовании застройщиков, это обязательно достроить объект до конца. Не должно быть таких висящих, что называется, пробелов. Соответственно, мы будем сравнивать стоимость страховки только со своими правилами кредитования. То есть мы считаем, что сильно не повлияет. Повлияет как-то на цену, но не сильно. Но любой инвестор частный, который приходит покупать, как вы говорите, Елена, одну, две, а может быть даже пять квартир, и рассматривает, какая у него будет доходность, но он, по крайней мере, в этих всех условиях, которые сейчас происходят у нас в экономике, прекрасно понимает, что наверняка недвижимость не принесет ему больших доходов, как это было несколько лет назад. А ситуация реально действительно меняется в худшую сторону, как многие говорят. И вот этот поток инвесторов, он все-таки качественно снижается. Вы все-таки говорите о доходности на вторичной недвижимости. Почему? И на новостройке тоже. Очень многие до кризиса восьмого года покупали пачками квартиры, потому что у людей были шальные так называемые деньги, или свободные деньги. И перепродавали потом эти квартиры, наваривая реально хорошие деньги просто. Потому что покупали на уровне котлована эту квартиру, а продавали уже, когда дом построен, и цена была за квадратный метр существенно выше. Сейчас... То же самое и сегодня. На котловане предлагается цена в среднем подмосковье, может быть, 60 тысяч рублей за квадратный метр. При вводе дома в эксплуатацию это минимум 90 тысяч рублей за квадратный метр. Срок строительства два года, вот считайте, доходность. То есть, но качественно количество этих инвесторов не изменилось? Нет, вот особенно, я еще раз говорю, и в прошлом году, и в этом году под Новый год достаточно большой объем. Ну, может быть, объем денежных ресурсов в стране под Новый год, конечно, увеличивается, но под Новый год идет достаточно большое количество инвесторов. Михаил, а вы что скажете по этому поводу? Потому что у меня, той информацией, которой я обладаю, общаясь с разными людьми, они говорят о том, что именно количество этих инвесторов частных уменьшается из года в год. Извините, секунду перебью, да, вот вопрос по поводу, вот мы обсуждали во время перерыва, мы обсуждали связь валюты и связь данных инвесторов. Так вот, я вам еще раз то, что я сказала, да, все-таки в момент... Дестабилизации обстановки на валютном рынке, да? Скажем, это так, да. Договорите прямо. Сейчас это непростое время, да, валюта наша девальвируется. Ну и что делать? Квадратные метры в Московской области всегда считали люди в долларах. Вот, поэтому все понимают, что оно так и будет продолжаться. Вот, поэтому наш свой инвестор идет к нам. Понятно. Так, Михаил? Ну, я бы на этот вопрос пошире немножко ответил. Ну, во-первых, после кризиса восьмого года рынок, в том числе и жилищный рынок, стал намного более зрелым. Я бы сказал, он вообще не изменился. Не-не-не. Судя по тому, что я вижу, цены даже подросли. Намного более зрелым. Цены растут со скоростью, там, ну, пару процентов в год. Это не так много. Это с точки зрения, так скажем, наших инфляционных ожиданий, там, разнообразных расходов, которые несут застройщики, это немного. Рынок стал более зрелым. И, соответственно, решения на этом рынке стали принимать уже квалифицированные инвесторы. Раньше было очень много, действительно, желающих каким-то образом, там, легко заработать. Мы их называем рвачами. Ну, быстро заработать деньги. Мне не позволено. Почему вам не позволено? Ну, такие, ну, пусть будут, да. Ну, это рвачи. Пусть это рвачи. Которые пытаются заработать все это здесь и сейчас. Это самое важное. Долгосрочные инвестиции их не интересуют. Ну, и таких большинство. Реально. Я-то имею в виду, что и теперешний рынок, и инвестор, про который говорит Елена, он приблизительно такой же. Единственное, он более квалифицированный. Что это такое? Он не в каждый объект войдет. Он не в каждый район Москвы войдет. Если войдет, то уже будет точно знать, что за застройщик и так далее. Раньше принимались решения намного более свободно. В принципе, всем было понятно, что от котлована до, там, девятого этажа плюс, там, 50% в цене. И можно было, грубо говоря, ездить, там, по Подмосковью, смотреть, где стоит кран. Что-то такое там покупать. И было все хорошо. Сейчас все не так. От класса недвижимости совершенно точно зависит. То есть, вот эконом-класс намного более привлекательный, намного более понятный, чем бизнес, чем элитка. И еще более интереснее, и еще более прогнозируем, чем, там, например, загородные недвижимости, коттеджи. Это вообще отдельная история. Это вообще отдельная история. И причем она кардинально отличается от многоквартирных домов. Просто кардинально отличается. Вот. Вот я про это и говорю. Поэтому вот можно так и смотреть. То есть, раньше практически любой дом мог быть там продан достаточно быстро. Сейчас уже не любой. Оценивается все. Действительно. Какое социальное окружение. Есть ли детский садик, есть ли школа, есть ли дорога, есть ли железная дорога. А может быть метро и так далее. Все. Уже просто так ничего не нужно. Поэтому я называю этот рынок более квалифицированным и более таким повзрослешным, повзрослевшим. Это правда, что очень многие застройщики сейчас вынуждены сдавать свои объекты и особенно квартиры с отделкой. Потому что спрос на просто коробку отсутствует. Людям необходимо жилье, которое вот ехал и живешь. За это они готовы даже доплачивать. Я могу сказать, что несколько застройщиков пытались использовать это как маркетинговый ход. Но оценивая и экономику, и спрос на такие квартиры, наши маркетологи делают абсолютно отрицательное заключение. Нет. Все-таки люди хотят делать, видеть свое жилье индивидуальным. Даже эконом-класс. Я с этим просто сам столкнулся, разговарив с одним из застройщиков. Не буду пока рекламировать город. Я сам лично разговаривал, и мне было сказано прямым текстом, что мы сейчас вынуждены по каким-то новым правилам сдавать квартиры с отделкой. Нет, только места общего пользования, но и соответствующие требования, которые у нас есть пасни. То есть это не правило. То есть, скорее всего, что это застройщик сам придумал для себя такую идею. Это какой-то некий маркетинговый ход, который или сыграет, или не сыграет. Но вы говорите, что, скорее всего, отрицательное. Знаете, один единственный плюс, который я тоже наставил своим коммерсантам попробовать его использовать, с точки зрения того, что когда человек заезжает, он не хочет слышать шум. Да. И не видеть грязь. И не видеть грязь. Но я вас уверяю, при въезде в этот дом 80% будут переделывать свои квартиры. Тот же шум, та же грязь, они останутся. Экономику вы здесь не сделаете, и человек пойдет купить там, где дешевле. То есть, по большому счету, это не самый главный фактор сейчас. Абсолютно. То есть, по большому счету, до 2008 года, когда сдавались, я помню, одни коробки, и люди сами делали ремонты, это и сейчас тоже продолжается такая же. Ну вот в 2008 году, абсолютно правильно Михаил заметил, что когда шли, покупали все, там кран стоит, уже покупает. Вот как раз тогда предлагали соделку, вот тогда предлагали подключить кто угодно. А сейчас уже все-таки действительно, ну нет, экономик там вообще нет. Ни для покупателя, ни для продавца. Михаил, как кризис сказался на стоимости кредитов? Потому что мы видели волну как повышение стоимости кредитов, потом как бы эта обстановка несколько стабилизировалась. Сейчас мы опять на пороге очередного повышения ставок. Это так? Нет, не так. Так, на удивление, кризис, если смотреть в там долгосрочной перспективе с 2008 года, сказался на ставках в сторону понижения. У нас в этом году несколько этапов было понижения ставок как по потребительским кредитам, так и по корпоративным заявщикам. Нет, ну если мы говорим просто про жилье. Про жилье. Ставки разве снизились? Да, ставки снизились. Плавно, но снизились. И тенденция такая, наверное, сохранится, потому что все-таки банки все потихонечку повышают требования, качественные требования к заемщику. И, как мне кажется, борьба на рынке за качественного заемщика, что за корпоративного, что за частного, будет только нарастать. А раз так, то нам придется искать новые формы, что называется. Вы фиксируете закредитованность населения? Ну, об этом сейчас не говорит только ленивый. Можно даже почитать там официальные отчеты с сайта ЦБ. Можно, наверное, так аккуратно сказать, что есть некий перегрев в области потребительских кредитов. Ну, а по поводу кредитования жилья мы поговорим сразу после новостей на Финам.фм. И мы продолжаем говорить о кредитовании строительства жилой и коммерческой недвижимости в московском регионе. Сегодня у нас в студии зампредседателя Среднерусского банка Сбербанка России, управляющий головным отделением по Московской области Михаил Чачин и первый вице-президент ГК премьера Елена Кульбикова. Телефон в студии 651099, 6, код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Зрелый рынок, говорит Михаил, особенно на ипотечном рынке кредитования. Но, тем не менее, вот сейчас на этом рынке кредитования недвижимости, если его посмотреть через призму всего того, что сейчас происходит на банковском рынке, а ситуация нестабильная, можно ли говорить о том, что мы качественно можем эту зрелость улучшить? Потому что, ну мы видим, отзываются лицензии, а люди стоят в очередях в некоторые банки, пытаются снять деньги, есть некий уровень паники, некоторые банки пытаются эту панику погасить с самого разного рода призывами. Но человек, он так устроен, психология его так устроена, это принцип домино. Где-то пожар случился, все. И в этом, вот сейчас, в данный момент, улучшать качественный рынок кредитования, особенно ипотечного, по-моему, это очень сложно. Ну, я отвечу на этот вопрос такими двумя крупными тоже булитами. Отдельно про кредитование, отдельно вообще по работе в банках. Если на этот рынок смотреть, так скажем, как вы говорите, такое, сверхнеуровневого такого направления, то сейчас самое время брать кредит. Особенно в рублях, я понимаю. Особенно в рублях, да. Это первый ответ на этот вопрос. Что касается, в целом, там, паники и выбора банков, ну, я считаю, никаких оснований там для сильной паники нет, потому что все, что делает ЦБ, ЦБ делает все очень правильно, на мой взгляд. Он выбирает те банки, которые не раз уже предупреждались. Это зачистка или нет? Это не зачистка, это наведение порядка системное, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, нет пока на данный момент ни одного там необоснованного решения, которое сделал ЦБ. Многие говорят о том, что ТОП-10 знал о том, что будет происходить с Мастербанком. Ну, не знаю, я могу только за себя ответить. Но Сбербанк первым поднял руку и сказал, я помогу, я помогу решить эту проблему. Чуть ли не на третий день. Подождите, подождите. Значит, это очень такой, очень такой радикальный тезис. На самом деле... Но так это выглядело со стороны. Нет, нет, нет. Руку поднимает и определяет помощников АСВ. Есть специальное агентство, которое выбирает на конкурсной основе банки, которые обслуживают те или иные страховые случаи. Сбербанк нигде там руку никакую не поднимал. Более того, была отдельная просьба по процессингу, если Мастербанка. Это сделать действительно может только крупный банк, который вложит огромные деньги для того, чтобы сохранить действительно деньги вкладчиков, деньги простых потребителей, которые никак не связаны с деятельностью этого банка. Поэтому мы там нигде руку не поднимали, вели себя очень рыночно и очень скромно. Я бы так прям откровенно вам и сказал. Так вот, вернемся к выбору. Значит, если обратите внимание, то попадают в эти предупреждения, в отзывы, лицензии очень мелкие банки, которые, по сути, мало занимались банковской деятельностью. Или нарушали правила игры. Или сильно нарушали правила игры. Совершенно верно. Поэтому процесс очевидный и очевидно, что он будет продолжаться. Насколько там быстро это все находится в стенах ЦБ, он определит. Но, на мой взгляд, очень решительно и понятно. Поэтому, ну, что здесь по этому поводу сказать? Надо обращать внимание на, опять же, ту же связку риска и доходности. Но по итогам этого года у Сбербанка будет рекорд по ипотечному кредитованию, как в прошлом? Ну, он будет однозначно, он не будет никак связан с отзывом лицензии, я могу сказать. Мы серьезно меняемся и предлагаем все новые и новые продукты на рынке. А Сбербанк, когда выходит на такого рода уровни высокие закредитованности населения, проводит анализ, что на самом деле это может быть пузырь? Безусловно. Безусловно. Значит, в правилах банка определять уровень, так скажем, одобрения заявок, которые поступают у нас. В том случае, если мы сочтем, что заявки, например, по потребительским кредитам, картам или ипотечным кредитам превышают, так скажем, возможности, средние возможности по рынку, темп роста рынка, темп роста зарплата, то у нас достаточно быстро перестраивается формула одобрения, и мы их просто делаем ниже и меньше одобряем. Соответственно, получаем более и более качественного заемщика. Этот процесс давно запущен, причем он связан напрямую с входом банка в базаль-2 и базаль-3. Это будет касаться, кстати, всех банков банковской системы, поэтому у нас этот механизм настраивается очень быстро. Угу. Но банк же тоже не может предугадать, какие возможны там форс-мажорные ситуации в экономике страны, да, накануне 2008 года вряд ли, потому что тогда, насколько я помню, давали кредиты всем и вся, и в больших количествах. А вот сейчас, в данном ситуации, вы пересмотрели свою политику или нет? Потому что нам говорят о том, что в ближайшие там 2-3 года мы будем стагнировать в экономике. Вот, Александр, вот тоже на 2 части немножко разделю. То есть форс-мажор мы предугадать не сможем. Он так и называется. Форс-мажор. Придет цунами, всех смоют. А вот тенденции на рынке и новые изменения мы предугадать, конечно, сможем. И все эти тенденции напрямую связаны с планированием российского бюджета долгосрочного. В нем много чего можно посмотреть и сделать какие выводы. Приблизительно на подобной информации мы основываемся при принятии своих стратегических решений, в том числе и международные движения, которые были, кстати, инициатором кризиса 2008 года. Поэтому мы считаем, что стагнация на рынке недвижимости, стагнация как, будет слабый рост. Будет очень слабый рост. Процент невозврата какой? Процент невозврата по ипотечным кредитам один из самых низких. У нас меньше одного процента. И мы считаем, что он не увеличится. Исходя из того, что мы имеем такой продукт, имеем такой подход, имеем такого заемщика. Потому что многие эксперты предрекают опять ипотечный кризис в США, который заклеснет и нас. В этом плане вам что-то известно? Ну, про ипотечный кризис в США могу точно сказать, что нет. Мне пока о будущем кризисе в США ничего не известно. Если будет, то посмотрим. К сожалению, наша экономика, она, конечно, привязана к международному состоянию, но не впрямую, а очень так деривативно. И поэтому как повлияет, что называется, покажет время. Понятно. Елена, вот рынок кредитования, особенно жилья, в вашем секторе, какой занимает процент? Сколько квартир продается по ипотеке в процентном соотношении? Сколько людей готовы принести просто деньги и купить квартиру? Ориентир наш, к которому мы стремимся, это 30% ипотечных сделок. Но на сегодняшний день показатели не достигают пока и 20%. А остальные приходят просто? Живые деньги. Живые деньги. Мы эконом-сегмент сейчас говорим, да, то есть в бизнес-сегменте немного повыше этот уровень, да, в элите он совсем другой, да, там вообще практически нет ипотечных. Но в экономе, там где квартира стоит 2-3 миллиона, да, там 20% все остальное живые деньги. Люди приходят, просто инвестируют и покупают, потому что они могут подтянуть деньги. Что касается элитной недвижимости, мы вообще о ней практически не говорим, потому что этот рынок, этот сегмент не интересен? Он живой, он очень интересный и он начинает назад свои позиции завоевывать. Потому что был огромный спад, был огромный спад, очень огромный, действительно, вы правильно заметили, вот, но сейчас он начинает свои позиции отвоевывать и застройщики смотрят на него с очень большой заинтересованностью. И там тоже живые деньги приходят? Там только живые деньги. Только живые деньги. Ну, ипотека в этом плане Сбербанку неинтересна, да? Я немножко поправлю, это, видимо, просто в группе компаний, которая возглавляет Елена, там такой показатель. В среднем по рынку мы видим приблизительно 30-35% ипотеки. Это в каком сегменте? Эконом. То есть выше, приблизительно. Ну, 30 мы хотим, но пока нет. И растет, и показатель этот растет. То есть, ну, и состояние, видимо, населения нашего так такового, что, да, растет. С точки зрения элитки или там бизнес плюс, там, да, там показатель ниже, а совсем в элитных, там, скажем, коттеджах, там совсем такие куларные сделки, они практически все идут за наличные. Ну, за наличные, в смысле, за свои собственные. Да, не на заемные. Не на заемные, да. Ну, наша цель все равно эконом-сегмент, и мы там свою долю будем, вот, как мне кажется, будем стремиться там к уровню 50%, это будет нормальный уровень продажи через кредиты. Еще один вопрос, он касается коммерческой недвижимости. Вот, если есть идеи, и банк готов профинансировать эту идею при строительстве этой коммерческой недвижимости, бывают ли сделки, стопроцентное кредитование таких сделок, или сейчас уже это нереально, то есть обязательно должно быть какой-то, какой-то первоначальный капитал? Совершенно верно. Как практика сейчас в состоянии 20 на 80 собственных. А лучше и выше, 30 на 70. Если есть выше, только приветствуются со стороны кредиторов. 100% на проектное финансирование нет такого предложения. Но это отголоски, прежде всего, экономической ситуации, да? И риски банка. Это не только экономическая ситуация, но еще и философия многих банков, что мы должны быть в проекте все-таки с основным инициатором, с тем, кто это сделал, этот предпринимательский замысел. То есть инфицированный кредит такой. Ну, можно и так сказать. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что на последнюю встречу это была программа «Парадоксы». 6510.19.6, город 475. Оставляйте свои замечания.